Здравствуйте, друзья! Продолжим наш разговор. Мы говорили, что с самого начала Бхагавадгита вводит нас в некую философию, психологию, ибо это касается психических явлений. Она называется Санхья. Вторая глава Бхагавадгиты посвящена Санхье. Санхья – одно из философских направлений, философско-психологических, я бы так сказал. Она вместе с йогой входит в шесть правоверных систем индийской философии, официально, признана всем миром. Санхья очень интересна, об этом мы в дальнейшем поговорим отдельно. Но сейчас я хочу еще раз подчеркнуть ту легкость Бхагавадгиты, с которой она входит в контакт с читателем, со слушателем, с познающим. Философия тут нетрудна. Она на примере. Примере одежды. Вот как человек сменяет одежду, так душа сменяет тела и личности. И она бессмертна, она перевоплощается из инкарнации в инкарнацию. И она непостижима логикой и слушанием, читанием, обдумыванием. Она непознаваема, но она познаваема по-другому. Она познаваема непосредственно. Вот непосредственное познание в медитации, интроспективный путь, это вводит Бхагавадгита параллельно с санхьей, и она всегда говорит в паре санхья и йога. Иными словами, первое – это теория, а второе – это праксис, осуществление того, о чем был разговор. Санхья нам говорит, что есть несколько тел. Ну, физическое тело, потом энергетическое тело, сукшма шарира. Первое называется стхула шарира, второе называется сукшма шарира. А потом есть карана шарира – причинное тело, казуальное тело, тело, где записаны поступки, мысли, эмоции, которые следуют за человеком, как его карма. Существует такое понятие – карма, самскара, чакра. самскара – это запись. Карма – это действие. Чакра – это круг. Вот представьте себе, взял человек, покурил сигарету, и это действие как-то посеивается в психике, и потом восходит, актуализируется, повторяется. Все в нашей жизни устроено так. На самом деле, во время поступка эмоций, мыслей, всего, энергия проходит сквозь читу, сквозь психику. Вот, проходя, энергия оставляет такой же след, как если бы мы представили обычную поверхность и воду. Пришла, пришел дождь, вода, она нашла себе маленькое русло, но если это продолжается, русло превращается в ручей и так далее. Потом оно становится шире. Так же с нашими привычками, с нашей кармой, с нашей личностью. Все, что мы делаем, и главное, как мы это делаем, как мы сами относимся к своим поступкам, мыслям и так далее. Это психический поступок или физический не имеет такого большого значения. Как мы относимся к собственным поступкам? Это формирует запись, не запись этой кармы. Это та тайна, которая принесла Бхагавадгита. И в этом еще одна причина ее такой популярности. На обычном языке это звучит так. Карма записывается от акта, а не факта. Вот идет человек, и он наступает на муравей, но он не видит этого муравья, и нет плохой кармы, нет поступка, из-за чего потом может произойти некоторые события плохие. В карму Гита верит. Акт – это сознательный факт. То есть человек увидел муравья, и он убил. Вот это акт. Эту модель можно перенести на всю нашу жизнь. Гита говорит, что факт и акт – это разные вещи. И что главный герой, кем бы он ни был, какой бы касте он ни принадлежал, он должен идти своим путем, исполнять свой долг или дхарму. На своем месте исполнять свой долг – это есть краугольный камень Хагавадгиты. В то время было распространено движение всяких паревраджаков, отчельников, саньясинов, которые уходили из этого мира. Духовность как-то была связана с этим. Даже в наши дни подразумевается, что йоге нужна интроспекция, определенный уклад жизни, спокойствие. Но в то время было очень распространено то, что для духовного самосовершенства люди уходили. Они уходили в деревни, были такие деревни, где вместе жили мудрецы. Иногда с женами они уходили, и они посвящали все время изучению философии и упражнениям, медитациям. Так вот, Кита вносит новое вене, потому что она была разработана частично среди кшатриев, воинов, администраторов. Той среди, которая занималась реальными делами, управлением, политикой, войной и так далее. Кита говорит, что если свою деятельность рассматривать как жертву, как само упражнение вот на этом пути, и переносить внимание на процесс, а не на результат, тогда такая деятельность не связывает. Ее можно исполнять, потому что такой наш долг, и можно выкроить, возьмем час, вот некоторое время, для того, что Кита называет йогой. Санкхья и йога различны. Было так с давних времен. Читаем мы в Гите. Одни совершенствовались путем философии мыслителей, а другие совершенствовались путем реализации, те, которые постигали путь медитации. Но эти две пути, это одно, их нужно воплощать в жизнь, в синтезе. А остальное время, не нужно этим заниматься все время, остальное время можно превратить свою жизнь. Я вот сейчас приведу этот пример, это очень хороший пример. Вместе с этим Гита привносит идею бхакти. Что такое бхакти, если отрешиться от секстанских наполнений, всяких нервных, истерических таких проявлений, просто суть Санкхи, что такое. Вы приглашаете кого-то в гости. Этот кто-то выше вас по статусу, по годам, по всему. Вот представьте себе такое хорошее королевство и в хорошем королевстве такого властителя, очень мудрого, и вы его приглашаете к себе в гости. И вы наводите порядок настолько, чтобы можно было принять гостя. Вот такое отношение человек должен перенести на свою ежедневную деятельность. А вот этот час, вот эту медитативную практику в своей жизни, он должен посвящать вот такому призыву. Говорится, что Бог откликнулся на такие просьбы в прошлом и откликнется в будущем. Он учитель самых древних учителей и приблизиться к нему можно через пхакти, исполняя свои дела как карму, как жертвоприношение этому Богу, этому Высшему, что человек призывает, и ежедневному ритуалу медитации, которую мы давайте уже опишем, это очень легко Пхагавадгита нам рисует такую реальную йогу, которая может быть практикуема. Она говорит о срединном пути. Например, йогом не может стать тот, кто слишком много есть или слишком мало есть. Йогом не может стать тот, кто слишком много спит или слишком мало спит. Много работает или мало работает? Йога – это равновесие в действиях. Вот это равновесие в действиях – это то, что потом уже было описано, как карма-йога. Было много книг написано, и это было сформировано. Как бы тот компонент йоги, который во внешнем мире, в социальном мире. Мы, как социальные такие единицы в мире, где живут другие люди, нужно придерживаться своего долга и нужно делать добро. Добро. Добро всего миру. Для целокупности мира. Гита говорит, что делая вот так всему проявленному добро, добрые отношения, формирует кристальность самой психики. Сама психика успокаивается и входит в гармонию с внешней природой. И внешняя природа – это тоже часть Бога. И внешняя природа начинает учить ученика. Поэтому эта гармония обязательно. Поскольку наш герой в Хагавадгите – кшатрий, воин, и поскольку он находится на войне, на Курукшатре, то он даже может убивать и даже может рисковать собственной жизнью, потому что жизнь во имя долга – это ничто. За этим есть такая огромная благая карма, как распахнутые врата входят к шатрии на праведную войну, потому что умереть там – это аккумулировать столько кармы, что потом можно сделать последний шаг во время смерти. Мы к этому придем. Там есть разговоры и об этом. Но давайте посмотрим по-другому. Гиту можно понимать на нескольких уровнях понимания. Ну, это принятый уровень. Эпос – его зовут Арджуна, его зовут Кришна. Там идет война и то, что он ему говорит. Когда умирающий думает, что умирает, когда убивающий думает, что убивает. Оба неправы, не убиваем, не исущим. Это другая татуа – душа, которая выглядывает из глаз всех живых существ. И наша деятельность может стать просто исполнением нашего долга. Очень красиво. Это в одном из моментов Мокшадхармы. Учитель достигает высших степеней мудрости, просто очень честно преследуя свою карму, свой долг. Он ухаживает за больной матерью. Он экономически из низов. И он весь день работает, чтобы достать деньги для ее лекарства. И все это он делает. И он работает мясником на рынке. Но все это он делает так отстраненно, словно лотос в воде. Лотос находится в воде, но вода не уходит в соприкосновение, потому что есть некий такой покров. И на птицах есть вода, плавающих в птицах. Вот был в воде, и вышел, и абсолютность в сухой. Также человек должен быть на этой земле, исполнять свою карму. Но если он исполняет свою карму по этому идеалу, идеалу, внесенному Прагавадгитой в основном, идеалу карма йоги, он может освободиться любыми своими делами. То есть каждый велик на своем деле. На своем месте. Каждый велик в своем деле. На своем месте. Теперь продолжим наш разговор. Это внешняя установка дела, как исполнение своего долга. Это понятно. Но Гита вводит в момент концентрации. Делает что-то фоном. Есть такая фраза. Очень значительная. Я так думаю. То, что сон для других является явью для йога. То, что явь для других является сном для него. Вот все остальное становится малозначительным с тем духовным прогрессом, который он начинает практиковать. Потому что там еще есть этот момент приглашения Высшего, о котором я уже говорил. То есть вот эту йогу, эту медитацию, это полчаса или час, или два раза по полчаса, когда он делает медитацию согласно Абхагавадгите, к чему он стремится. Он это исполняет, само это тоже должно быть, вот как внешняя деятельность. Сама йога не должна стать пеленой, не должна стать целью для цели. Йога – это средство, это как огонь, можно победить огнем. Что-то нужно нам для выявления истины. А потом сама истина начинает пробуждаться. Вот Кита говорит об этой чудесной возможности. Можно честно, правильно, по-человечески жить. И вот в этой жизни, если не делать большого зла и разных таких пушующих страстей, чтобы не возникало в психике, если придерживаться морали и перенести фокус на эти внутренние йогические упражнения. Кита говорит, что нужно выбрать спокойное место и там сесть или лечь, не имеет значения. Просто пусть три части будут, голова, шея и тело будут ровными. И можно заниматься медитацией. Нужно некоторое время перенести внимание на дыхание, успокоить дыхание. Но вот как в дальнейшей йоге, такой пранаямы, медитации на дыхании, отдельной такой под-йоги, пранаяма, кундалини, все такое, в Гите совершенно нет. Кита говорит, что нужно сделать упражнение, которое называется уджай. Это я во многих моих книгах детально описываю. Это обычное ритмическое дыхание йогов. Там вдох и выдох, ровные промежутки, удлиняющиеся. И дыхание – это как бы вход в медитацию. А потом сама медитация, согласно Абхагавадзгите, может быть практикуема йогинами, разными буддистами, атеистами. Но если человек вот в таком состоянии, искренне обращается в себя к Высшему, вот той частице Господа, которую Он вложил каждого из нас, согласно любой религии, да, если человек обращается вот к этой частичке самого себя Высшего, это и есть пхакти. Он как бы все остальное делает в своих собственных глазах второстепенным. Это самый главный момент, и Он себя позволяет изменить вот этому Высшему. Вот это и есть абсолютная пассивность. Потом уже это изменилось и вылилось то, что называется бхакти-йога. Об этом есть книги. Есть такое два направления бхакти. Одно называется бхакти котенка, второе называется бхакти детеныша обезьяны. Детеныш обезьяны сам хватается за мать. Вот это одна из форм бхакти. Когда вот, наверное, об этом говорит и Бхагавадзгита, мы должны успокоиться, уравновесить дыхание, сделать медитацию, и потом вот саму эту медитацию направить. Цель медитации становится познание Бога в нас, в нашей душе, в высшей души. Вот атман, в одной понешательной так написано. Атман – это путь, через который человек познает брахмана. Брахман и атман – это одно. Это во многих текстах. Просто через себя, когда ты обращаешься к вечному и высшему, согласно йоге, тогда это называется атман. А если философ говорит о бесконечности, бытия и едином, сущем, тогда он говорит брахман. И всегда говорят, брахман есть атман. Брахман, по-моему, чатам на санскрите. Ну, так говорится, человек просто целью медитации выбирает бхакци и высшие. А есть второй подход – бхакци котенка. Это потом внесли в йогу, чайтане, по-моему, внес. Он был эмоциональный человек и был все время в религиозном экстазе. Религиозно он был связан с Богом. Все время в этом состоянии находился. Он говорил, что религиозное чувство, если оно истинное, когда оно есть, больше ничего не нужно. Это как бхакци котенка, когда котенок просто говорит «мяу». И мать слышит, приходит и уносит. Это не бхакци детеныша обезьяны, когда обезьянка сама хватается за что-то. Вот такие два подхода. Ну, наверное, бхагавадгита говорит о первом подходе, потому что бхагавадгита детально говорит о медитациях. Она говорит, что человек должен ежедневно заниматься некоторое время вот этими медитациями. И как один раз уже ученик перебил учителя, в самом начале начал психологию сангхи излагать. И, войдя в дебри философии, ученик остановил учителя. Сказал, не нужно вот смущать мой ум. Пожалуйста, поконкретнее, чем я достигну блага. Тогда учитель перешел к йоге. Говорит, что вот для реализации, для познания той души, которая ты есть на самом деле, тебе нужна методика. Это методика йога. И нужно спокойно сесть, успокоить дыхание, закрыть глаза. И там идет процесс, который известно из медитационной практики. Говорится, что пять индрий, пять органов чувств должны отрешиться от внешности. Йог своими упражнениями достигает ступени, которая называется пратьяхара. Это где-то пятая, по-моему, ступень на лестнице, восьмиступенчатой классической йоги. Здесь тоже говорится о пратьяхаре. Индри пять органов чувств. Как бы обузданные бывают. Как бывают обузданные кони, возницы, которые этим занимаются. Вот так нужно обуздать эти пять органов чувств. Тот, кто их обуздывает, это манас. Манас – это наш интеллект, можно так перевести с санскрита. Над манасом есть некая ложная эго-концепция. Пудхи это называют. Все, что мы думаем, все, что у нас записано, матрица всего того, что есть мы. И вот человек постепенно по этим ступеням поднимается и там, на этом месте, куда мы на этой лестнице забрались, на уровень будхи. Человек должен очистить будхи. Вот, может быть, мы вспомним бодхисатвы, так они и называются. Должна быть очищена будхи и тогда просвечивается то, что отражается в будхи. То есть душа неискаженная отражается. Это трудно. И вот здесь второй раз ученик снова перебивает учителя. Говорит, стоп, это очень трудно. То есть я как-то должен отказаться от религиозной, обычной жизни и вместо этого тренироваться, практиковать йогу, подход и медитации. Но ум очень шаток и очень трудно его обуздать, вот как вырвавшись кораблик, маленький-маленький, такой с парусом, и большой ветер, и этот кораблик носится по волнам. Вот так я смотрю на ум. И поэтому мне кажется очень трудным. И что, если я не успею? Вот начну упражняться, а жизнь, вот я же не знаю, сколько мне еще осталось. Вопрос очень интересный. Открывает новый пласт Пхагавадгиты. Учитель говорит, что среди разных деятельностей, видов разных деятельностей, вот йогическая деятельность не теряется. Это знание не теряется. Человек овладевает теми пластами тонкого тела. Человек как бы перемещается и медитирует там, где что переходит из физического тела в тело. Если человек становится штангистом, ну, это знание не передается в следующую инкарнацию. А вот йога, вот тут нам рисуют такую картину. Человек уносит это знание с собой вместе с огромной благой кармой, потому что эти упражнения как-то накапливают благую карму. Вот как накапливают добрые поступки и все, обычные такие поступки, которые накапливают благую, белую карму. Йога накапливает ее в особо таких размерах серьезных из-за вот этих упражнений. И после смерти человек там может попасть в один из райских миров, но вечного ничего такого нет. Сами райские миры. Вот всякие парапсихологические проявления йоги. Все это гиттой упомянуто, но несерьезно, потому что мы говорим о философии, и это лишнее. Вот гита говорит, что то, что есть, это есть, потому что к этому человека привела карма. И где бы он как бы не наслаждался потом, после смерти, в конце концов, все равно наступит та реальность, в которой каждый из нас сейчас находится. С теми проблемами, которые у него... Это нужно, это тест, это школа, это класс, его нужно пройти. Вот гита говорит, что человек, если он аккумулирует йогическое знание, он может контролировать свое перевоплощение в следующую инкарнацию, потому что у него почти нет страха смерти. Он этими йогическими упражнениями этот страх смерти, Абхинивеша, один из базовых таких моментов, которые определяют человеческое сознание. Йог с этим как-то лучше справляется из-за Бхагавадгиты, из-за той жизни, которую он ведет и читает, и надевает на глаза ту даршану. Как гита обещает, так она исполняет это обещание, от великого страха спасает это знание. И вот, поскольку нет этого страха, человек четко может перевоплотиться в такие условия, где он продолжает, если он что-то не успел в прошлой жизни. И при том знание, два-три упражнения быстро приходят к нему, он поднимается на ту ступень, которую занимал в прошлом, на которой я становился в прошлой инкарнации. Там описано очень интересно, вот потом это продолжили в йога-сутрах. В йоге есть такое понятие адришта. Это адришта, это означает опыт из прошлых инкарнаций, касаемо йоги. И вот в той жизни, где он оказывается, как только он слышит о йоге или слова из сакральных писаний, об освобождении, о медитации, о самадхи, вот раз, и в него включается чувство, что он слышит что-то очень-очень важное. У него там даже описано, в йога-сутрах даже описано физическое проявление, усиная кожа и так далее. То, что даже в Гите тоже было с самого начала, волосы стоят гибом. Я не знаю, вы должны вспомнить свою жизнь. Может быть, первый раз вот упоминание чего-то у вас возбуждает этот внутренний звон, что мы недалеко от чего-то очень важного в нашей жизни. Вот учитель, ученику говорит, что такое происходит с учеником в следующей жизни. Он воплощается в такой среде, где отец или мать учителя или в хорошей среде, где ему не запрещают и возможно ему продолжать упражнения, практику медитации. И он сразу оказывается на той ступени, где остановится в прошлом и просто продолжает с этого места. А в следующей главе уже учитель как большую тайну ученику говорит, что финальное освобождение возможно после смерти. То есть вот к этому моменту Гита рисует нам такую картину йоги. Человек всю жизнь тренирует, медитирует, готовится и живет так, чтобы физические пары противоположностей имели на него меньше власти. В нем есть этот стержень, его я. Он постоянно в холоде, в жаре, в счастье, несчастье. Он постоянно все время удерживает внимание на том наблюдателе, который есть в нем. И он проходит так через всю жизнь и наступает этот важный момент, который однажды настанет, момент смерти. И он делает медитацию так, как описано. Об этом мы поговорим, наверное, в дальнейшем. Это медитация с помощью пранавы, и там нужно объединять три разных, три времени в одно, три пастася Господа в одно. Медитация с помощью пранавы это отдельная часть, но вот Гита говорит, что нужно медитировать, йог начинает медитировать, и когда у него уже нет физического тела, когда стхула шарира отпадает из-за физической смерти, у него нет этого страха, который вводит с ума других, и они перевоплощаются вслепую из-за записанных инграмных записей, а вот человек, согласно Гите, йог, который готовил всю жизнь к этому себя, он может сконцентрировать внимание между бровями по методу йоги и достичь той реальности, на которую простирается его ум. Здесь я остановлюсь, он может достичь мокши, то есть свободы от вот того состояния прикованности, в котором находятся все остальные существа. Существа, согласно вот этой философии, прикованы к некому экрану, бесчисленные души, пуруши, монады, так назвал Лейбниц, и очень близкий у него взгляд, вот эти монады, эти бессмертные души, их много, но это еще и один, потому что у них нет никаких атрибутов, где заканчивается один и начинается другой, нельзя сказать, поэтому одно это существо или много этих существ, уже об этом не имеет значения разговор, но вот весь наш опыт состоит из монады переживающего и всего остального. Кита это называет кшетра и кшетра джня, кшетра это поле, план, план бытия, а кшетра джня это познающий поле, то есть объект как таковой, как бытие и некий субъект, который это бытие переживает и нам говорят, что там есть момент прикованности, вот этот момент прикованности мы должны очень правильно понять, это уже половина дела, согласно лао джи ты должен назвать болезнь болезнью и это уже шаг тому, чтобы освободиться от этой болезни то же самое мы должны вот четко определить для себя чтобы это определить давайте начнем с самого элементарного карма самскара чакра я уже сказал любой наш поступок это энергия которая прошла по неким путям в психике в следующий раз если такой же поступок энергия проходит по тем же путям мы все знаем вот эти знаменитые эксперименты Павлова там зажигается что-то и собаки дают есть и еще еще дают и вот образовывается условный рефлекс точно так же очень сложные пути вот этого прохода энергии образовываются в нашей психике и главное то что там в конце то есть есть стремление к чему-то и есть оторгание от чего-то неприятного и все существа стремятся к наслаждению и они бегут от ненаслаждения от страдания и все боятся смерти вот такие волны это и в нас и в животных и во всем живом карма самскара чакра это то что то что мы делаем и этим поступком мы пускаем энергию в сознание по определенному пути и это записывается карма переходит в самскару самскара такой термин который нам понадобится в дальнейшем не один раз это инграмная запись и вот совокупность этих инграмных записей следует за человеком и если у него есть сильные такие йога не говорит о грехах но вот здесь мы можем употребить это слово если у него есть сильные грехи если он привязан к чему-то чересчур телесному физическому еда секс власть и так далее после жизни в нем есть огромный пласт подсознательного которое толкает его условиям где можно воплотить все это и это как обычно грубый мир где такие условия многие игроки и достигает он не достигает все это игра все это карма все это мироздание вот если бы Бхагавадгита была написана сегодня они бы обязательно вот этот пример использовали тогда говорили о спектакле вот или о стене где какие-то тенями что-то рисуют ну они просто фильм не знали что такое представьте себе что некто вас научит нажимать на паузу просто раз и все замирает и вы начинаете вспоминать кто вы есть на самом деле кто смотрит этот фильм вот нажатие этой кнопки пауза это есть вся йога которую я увидел Бхагавадгите то есть нужно нажать паузу и вспомнить того наблюдателя того пурушу того атмана о котором гита говорит что это не умирает перерождается из инкарнации в инкарнацию и о которых сам Кришна помнит и для него война нечто абсолютно другое учитель говорит что я помню свои прошлые инкарнации а ты не помнишь вот в этом наша разница и он ему объясняет вот эти пути йогу которую нужно тренироваться всю жизнь но после жизни это продолжается если есть такая следующая жизнь там это знание переносится и человек продолжает эту свою практику медитации йоги и второе человек если зайдет на некую ступень может больше не родиться он может освободиться в этом теле это называется дживанамукта он просто живет потому что у него есть родные у него есть своя карма он живет он не убивает себя но когда это все прекращается у него нет этих невероятных порев страстей или стремление к власти стремление к чему-то подсознательные вот эти самскары он они обрабатываются йогой огня говорится что медитация вот эти маленькие семена вот эти инграмные записи как-то обрабатывает и они уже не сходят не могут сходить они не актуализируются человек постепенно берет власть над своим подсознательным над своим бессознательным где посеяны все его прошлые поступки мысли видения мира вот где есть эти кармические записи как-то вот этот в этот подвал йога человека вводит и он может там оперировать он может как-то влиять на эти записи это есть потом уже более детальная глубокая йога которая будет в йога сутрах мы перейдем к этому но на уровень гиты остается момент пхакти гита говорит что нет надобности в сложностях если у человека есть искреннее внутреннее побуждение он просто начинает жить по тому закону какой закон в его стране вот он начинает жить по своей дхарме не нужно там жить по другой дхарме хороший человек моральный по тем религиозным законам которые существуют у него он начинает жить так и он начинает медитировать он овладевает азами медитации и как цель медитации он оставляет призыв этого высшего существа к себе в гости а свою жизнь он смотрит вот он все время все держит чистоте в порядке самого себя свою психику он все время очищает психику чтобы этот гость пришел к нему чтобы вот это высшее снизошло и согласно Гите это происходит и человек изнутри начинает постигать этого всем нам я и желаю продолжим в следующий раз удачусь Продолжение следует...